Не обманули, на горнолыжном склоне огни Мурманска заработал Бёртон парк, за который северяне голосовали прошлой весной. Мурманск стал одним из городов-победителей, но многие до последнего не верили, что площадка все-таки будет построена. Неофициально парк заработал еще на прошлой неделе, а вот уже с прошедших выходных каждый желающий может попробовать свои силы на фигурах, сделанных мурманскими американскими строителями. О том, кого не разочаровал и кого разочаровал долгожданный парк, узнаете далее. Этот парк ждали даже те, кто далек от мира лыж и сноуборда. Слишком уж нашумела прошлой весной рекламная кампания, вышедшая далеко за пределы интернета. Правда, многие не верили, что бесплатную площадку все-таки построят. Но вот февраль и обещанные фигуры для джиба. Всех активных испытателей организаторы прямо на месте задаривают банданами и футболками. Понравился прыжок? Держи, модный став. Противуй, тренируйся, катайся, развлекайся. Главное, не убивайся. Держи еще бандану. Меня отметили, потому что мало девочек катается, видимо, в последние годы. Видимо, только поэтому. Потому что девочки есть, они, конечно, только учатся. Так же, собственно, как и я, но, видимо, не знаю, почему-то выделили. Бертон парк ждали год, а построили меньше, чем за неделю. Совместными усилиями мурманских и американских шейперов. Приехали два представителя Бертон, один американец, и мы вот четвером построили этот парк за пять дней. Все было, в принципе, просто. Все оказалось так просто. Раз, и он стоит. Он небольшой же, маленький парк, политика Бертона. Но они небольшие парки для прогрессирующих. То есть все маленькие, трамплины маленькие, перила низко посажены. Все фигуры построены в соответствии с мировыми стандартами. А значит, не так травмоопасны, как самодельные трамплины и кикеры. Начинающие райдеры здесь могут отточить всевозможные кручения и захваты. Тебезопаснее те, которые строят. Они продуманные, там есть и приземление, и все остальное. Потому что никогда не знаешь, куда тебя приземлит, когда вылетаешь просто где-то в лесу, скажем так, с какого-нибудь непонятного трамплина. Вообще очень интересно достаточно. Но лично для меня, так как я только начинаю, я считаю, что было бы неплохо, конечно, небольшой ряд сделать все-таки для самых-самых чайников. Новичка может и страшновато осваивать трубы и перила. Бывалым же райдером Бертон Парк может показаться даже слишком простым. Я катаюсь уже с детства. У меня более высокий уровень. Я бы хотел, конечно, увидеть более что-то масштабное. Больше, круче, выше, быстрее. Другого выхода, как уезжать, чтобы развиваться дальше, Никита для себя не видит. Парков по его подребностям у нас просто нет. Но появление Бертона – неплохой прорыв для Мурманска. И надежда, что скоро будут появляться площадки для профессионалов. И уезжать не придется. Мы когда катались, мы делали сами все, своими руками. Прикладывали усилия. То есть полностью сами все. За свои деньги, я не знаю. Своими силами. А тут у этого поколения, в принципе, все есть для развития. И это очень круто. Но, как говорится, бесплатный сыр только в Мышеловке. Весной стартует новое голосование. Вновь будет выясняться, в каких городах больше всего ждут парки Бертон. Если Мурманск не войдет в число победителей после этого сезона, площадка может исчезнуть. Так же просто, как и появилась. Нарья Монастырева, Родион Нестеров, Артик ТВ.